Я, Михаил, с вашего позволения, не с повестки дня сегодня начну, а сделаю маленькую кинорубрику, если вы не против. Да, конечно, давайте. Почему? Потому что я сегодня... Понятно, вчера было 30 июня. Сегодня могло бы быть и 31 июня. Я почему-то вспомнил про этот фильм, который в детстве мне не очень, если честно, нравился. Помните его? Да, мне тоже не нравился. Какое-то такое вот прямо накрученное, намученное фэнтези, мюзикл во времени. В общем, мне вообще было непонятно, но все помнят оттуда песню «Всегда быть рядом не могут люди». То, что мне запомнилось от этого фильма. Фильм, который долго лежал на... После премьера была 31 декабря 1978 года, в новогоднюю ночь. Прямо его показали по центральному каналу телевидения. После этого на 7 лет его положили на полку, потому что один из главных героев фильма, будучи на гастролях в Нью-Йорке, обратился с просьбой остаться там. И, соответственно, остался там. А фильм, значит, лег на полку. Потом еще композитор Зацепин покинул СССР, значит, уехал во Францию. Тоже стало еще одним поводом полежать на полочке. Но и смешная история с этим фильмом связанная. Вот там была еще песня, которая там «Мир без любимого». В общем, эту песню запретили к исполнению эстрады после того, как Юрий Любимов, режиссер, не вернулся в Советский Союз. У него его лишили гражданство. И что бы ни было ассоциацией, что Советский Союз грустит, что «Мир без любимого», в общем, ее запретили исполнять со сцены. Вот такое вот начало у нас сегодня. Хотел, чтобы наш зритель улыбнулся вместе с вами, Михаил. Ну да, но для меня это был действительно какой-то абстрактный фильм, при том, что я был абсолютным киноманом в детстве. Я смотрел все фильмы, буквально вообще все. Все знал наизусть. Ну все, что показывалось, я все смотрел. Никогда не отходил от телевизора, никогда. И каждый день ходил в кино, просто каждый день по расписанию, иногда по два раза. И я помню, что этот фильм для меня какой-то был достаточно абстрактный. Тем более, видите, там этот Годунов там был, актер Годунов. Да-да, так это он и не вернулся как раз. Он был в балете еще. Александр Годунов, он обратился к американских властям с просьбой о предоставлении политического убежища в США. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он играл в «Крепком орешке» с Брюсом Виллисом. Просто не могу ошибаться. Дорогой зритель, напишите нам. Он точно, да, в «Крепком орешке». В первом он играл, Карлов в «Крепком орешке». Этим, собственно, я его люблю за это больше. 31 июня, потому что «Крепкий орешек» один из моих любимых фильмов. Да, кстати, то, хотел сказать, тоже новогодний. Его почему-то считают новогодним фильмом. Там сюжет происходит в «Новогоднюю ночь». Я про «Крепкий орешек» сейчас говорю. Вот такой есть. Один дома, а есть «Крепкий орешек». Кому какой новогодний фильм. Вот. И да, этот фильм такая странная эклектика, конечно, такое совмещение. Но при этом мне очень нравились советские фильмы, в которых было не про советские СССР. Там «Мэри Поппинс. До свидания», там, где они его тоже показывали. Такую вот Англию. Наверное, «Безымянная звезда», наверное, вам должна была нравиться тоже. Потому что там дизель-электропоезд в Румынии проходит. Вот эта вся история. Нет. Вот, кстати, это поезд проехал мимо меня этот. Да вы что, там же такая классика, когда ученицы младших, но особенно старших классов, не могут находиться на вокзале, когда мимо него проходит дизель-электропоезд, говорила преподавательница. Все это в Румынии действие происходит. Такая загадочная ствона. Румыния буржуазная, в смысле, абсолютно буржуазная. Класс. Так, хорошо, спасибо большое. Перейдем к повестке дня. Михаил, вам из Тбилиси сразу передаю привет. Из Тель-Авива, так, и, давайте быстро еще где-нибудь поймаю, из Казахстана и Одесса. Михаил, простите, пишет, Полина, не знаю, это может ваша постоянная зрительница, может фамильярность, но просили передать, что Михаил, вы булочка. Извините, Михаил. Спасибо большое, но я-то в Казахстан хочу привет передать. Прямо у меня теперь любимая история про Казахстан. Я ее вчера уже озвучил, да простят меня зрители из Казахстана, но все-таки. Там произошла великая история на прошлой неделе, реально, в Казахстане. У них там есть тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, человек, который был тренером сборной Российской Федерации раньше по футболу. Вот, ну его там уволили, все, и потом он был безработным, а сейчас россиянину найти работу трудно, ну в смысле российскому тренеру футболу. Либо ты внутри Российской Лиги, а там парочка команд и все как бы, ну где деньги есть, либо ищи свищи, и россияне бросились на заработки там в Армению, в Казахстан и так далее. И вот Черчесова наняли тренером сборной Казахстана по футболу. Он пришел на пресс-конференцию, ему задали вопрос по-казахски, и он нахамил журналисту в ответ. Сказал, а что я тебе должен, а ты хочешь, чтобы я тебе по-осетински ответил? То есть тренер сборной Казахстана по футболу отказался, в смысле возмутился тем, что ему задали вопрос по-казахски. Да, он не обязан знать казахский язык, у него там был переводчик вообще-то, между прочим. Вот, и он извинялся уже, то есть казахи заставили его извиниться, потому что все поняли, что его сейчас за это выгонят из Казахстана. Заставили извиниться, он сейчас объявил, что изучает казахский язык, что больше так не будет. Вот так вот, вот что такое сила казахского народа. Поэтому привет Казахстану, спасибо, что вы сделали это с Черчесовым, поставили на место велико-осетинского шовиниста, скажем так. Да, в Казахстан большой привет. По приветам тогда Ашкелон, Баден-Баден и, что еще один выхвачу быстро, Литва в целом. Ашкелон это не шутки, это как наш Харьков, потому что прямо на границе сектора газ, туда больше всего прилетает. Привет Ашкелону. Так, спрашивают, когда гей-парад в Киеве, друзья, не гей-парад, а марш равенства. Вы все пропустили, все уже было. Поэтому зря вы ерничаете в комментариях, все уже прошло, следите за новостями. А в комментариях пишут не Баден-Баден, а Байден-Байден, правильно говорить. Байден-Байден, забавно. Про Байден-Байден мы тоже поговорим сегодня. Трамп или не Трамп. Значит, так, а что у меня? Следующая новость такая в рубрике «К нам приехал, к нам приехал Кани Вест наш дорогой». Ну, как приехал, так и уехал, ну, собственно, и не к нам, да. Значит, рэпер Кани Вест, сменивший несколько лет назад имя на Е, улетел уже из Москвы. Телеграм-каналы опубликовали фото посадочного талона. На Стамбул полетел. Ранее Кани делал неоднократно провокационные заявления, в том числе антисемитским, часто, из-за чего его забанили в Инстаграме и в Твиттере. Также рэпер открыто симпатизировал Гитлеру и Путину. Вот какой интересный человек, хотел сказать, и передумал. Ну, интересное сочетание, вполне логичное, вот все, о чем я прочитал только что. Но характерно, как оживились российские паблики. Вы видели? Вы видели? Прямо начали продавать билеты на несуществующий концерт, я видел сегодня. Ну, естественно, жулики. Вот. Тем не менее, сколько шума. Это продюсер Шапапа. Рудковская. Рудковская, да, простите. Солдаут за три дня, значит. Не Киев за три дня, а солдаут за три дня. Обещают. Да, как думаете, с чем такой ажиотаж вызван? Ну, хоть что-то. К нам приехал живой иностранец, вот понимаете. Я вам скажу, у меня есть рассказ про это. Жвачки раздавал. Да, у меня есть про это рассказ, про мою семью, в общем-то, семейную историю моей жизни. Я был маленький, 80-й, по-моему, год, если не ошибаюсь. То есть мне 11 лет. И в Красноярске нашлись у меня три сестры. Прямо три сестры. Буквально, в смысле, как по-чеховски. Нет, они нашлись, причем после трагичнейшей истории, в смысле, это Вторая мировая война, блокады Ленинграда. Их мама, моя тетя, троюродная, соответственно, или двоюродная тетя, ее эвакуировали ребенком в Красноярске, ее не могли найти. Через Красный крест мои бабушки и дедушки нашли ее, эту тетю. И выяснилось, что у нее три дочки. И вот они приезжают, все знакомятся с нами впервые. Они все плюс-минус моего возраста, эти три сестры. И мы с ними ездим, я им показываю Ленинград на правах гостеприимного хозяина. И мы приезжаем как-то домой, вечером возвращаемся. Там все эти, опять-таки, наши мамы, бабушки все сидят. И одна из этих девочек, моя сестра, говорит, что мы сегодня с Мишей видели, вы не представляете. А я такой не понял, про что она. Ну, в троллейбусе. Я говорю, что в троллейбусе? Ну, ты говорил, вот Невский проспект. Ну, да, Невский. А что видели? Там же был, я даже не знаю, можно ли это слово сейчас говорить в эфире. Раньше можно было. Афроамериканец, как сказали вы сейчас. Ну, она по-другому сказала. Н слово. А я такой, в смысле? Ну, там, ты что, не видел, рядом с нами ехал? Так, а их много, на Невском ездило всегда. В смысле, в Ленинграде было много афроамериканцев, афроафриканцев, кого угодно. А человек впервые в жизни, ну, естественно, в Костноярске, не было ни одного никогда в Советском Союзе афроамериканцев. Ни одного. Вот. Ну, ей тоже было 11 лет. Она не раньше не видела вообще никогда. Для меня это было, ну, естественно, как бы везде вокруг много таких. Вот. И вот сейчас Кенни Вест, это же такого же склада история, что к нам сам великий человек, сам бывший муж Ким Кардашьян приехал к нам в нашу задрипанную провинциальную Москву. Вот, я понял. Вот не зря я вам вспомнил фильм «Безымянная звезда». Вот почему я вспомнил этот фильм? Там же маленький румынский городок, не помню, как называется. И их единственная достопримечательность этого города, единственная, то, что через их вокзал проходит дизель-электропоезд. Он там не останавливается. Он там проезжает по четвергам, понимаете? И весь город одевается в вечерние платья, зонтики. Они встают на платформе и смотрят на поезд. И машут ему платками, понимаете? Вот так же, как в «Безымянной звезде» они все встречали дизель-электропоезд, вот так они сейчас встречают в Москве Кенни Веста как единственного представителя цивилизованного мира, который к ним случайно заглянул. Я утром, я, честно, я же не понял, что происходит. В смысле, я увидел эту новость вчера. Кенни Вест, Москва, ну окей. Открываю сегодня либеральные российские каналы. И я сначала просматриваю с утра просто их заголовки. То есть там везде идет какое-то утреннее шоу. Там канал, тот канал, тоже еще кто-то. Не помню. На всех Кенни Вест как главная новость. Я такой, в смысле, подождите, я не понял. Но какая-то Рудковская что-то сказала, почему вы все это обсуждаете. Это всем оказалось важно. Я прям стал интересоваться, кто такой Кенни Вест. Ну, потому что я, честно, я слово знал, но не больше, чем. Ну, я знал, что Рэбер Кенни Вест, да. Я слышал даже, что он что-то там про Путина говорил. Мне стало интересно. А он типа в творчестве своем поддерживает эти идеи? Нет, я сегодня слушал впервые в жизни Кенни Веста. Я читал его, я серьезно, я же отношусь ответственно к любому вопросу. Я читал сегодня тексты его песен. Да ладно. Я устал читать. Я начал уже гуглить такое, типа 20 самых скандальных лирекс, ну, как бы слов из песен Кенни Веста. Ну, ни одной из них не было. Ни про фашизм, ни про Гитлера, ни про Путина, ни про что. Там были скандалы какие-то сексуального характера, были скандалы российского характера. Но, опять-таки, вы знаете, уровень скандала для нас это не скандал. Ну, то есть, вообще, вполне себе приличный человек, как говорится. Эдуард Хиль просто в современности американской. Вот. И, мало того, он приехал в Москву, он приехал на день рождения к какому-то Гарику. Ну, к какому-то Гарику, который шьет одежду для его бренда. В смысле, это все, что было. Вот и все, что было. Ты как хочешь, это назови. Вот. И такой переполох, конечно, связан с тем, что это впервые в истории. Но это, знаете, я помню. Я вспомнил еще одну аналогию. Она, правда, была, я, видимо, был совсем маленький, поэтому плохо помню. В Ленинграде в 70-е годы была выставка что-то типа то ли американской, то ли западно-германской какой-то там продукции. Ну, то есть, станков каких-то. Станков буквально. Выставка станков американских. И туда говорят, ну, там, понятно, что через записи, по ночам люди стояли, на руках им писали номера, чтобы попасть на эту выставку станков. Почему? Там выдавали цветные буклеты бесплатно. И пакет полиэтиленовый. А пакет, он же цветной, яркий, желтый пакет. И на нем буклет. И люди стояли, чтобы попасть туда. Это приехал вот... Кстати, на языке медьков это называется шмудак. На языке медьков, помните, такой язык был, да? Вот любая иностранная штуковина, где нерусскими буквами написаны яркие цвета, называлась шмудак. Ну, типа вот что-то иностранный пакет красивый. Вот Кенни Вест, он мне напоминает иностранный пакет. Даже не с Буниемом, а просто иностранный. Ну, словно говоря, с надписью Икея попалась или что-то такое. Вот я знаю про Кенни Вест. Марли Боро. Я еще вспомнил. Я в школе, моя первая покупка у спекулянтов в жизни, ну, это в младших классах, я купил обложку журнала газета «Деля спорт». Обложку, в смысле, оторванную. Ну, глянцевая обложка, оторванная вот так вот, на которой фотография Дина Зоффа, вратаря сборной Италии по футболу. Я купил за 50 копеек оторванную обложку. Настоящий оригинал. Вот, понимаете? Вот это вот Кенни Вест в Москве называется. Да, заговорили вы, Михаил, конечно, про футбол. И екнуло мое сердежко. Не обсудили мы с вами, как скоро закончился такой красивый взлет нашей сборной на Евро-2024. Каждая игра дарила нам по-своему интересный сюжет. Первый, к сожалению, был драмой. Вот, дальше был такой оптимистичный. Мы проигрывали 0-1 и 2-1. Мы победили. И столько хороших моментов было в третьем матче. Михаил, что пошло не так? Вы комментировали же его. Да, нет. Ну, во-первых, в третьем матче, давайте будем честны, счет по игре. То есть, 0-0 он по игре. Нельзя сказать, что там что-то нам не повезло. Ну, были моменты. Были. У них были. У нас были. У них было там два момента, но чуть более острые. У нас четыре чуть менее острые. То есть, нельзя сказать, что вот прям мы должны были побеждать. Нет. Это чисто и не везуха. Но в то же время, опять-таки, если бы мы до чемпионата нам сказали, вы сыграете с Бельгией 0-0, мы, как говорится, купили бы этот результат, сказали бы, да, мы согласны. Потому что в турнирной стратегии сыграть с бельгийцами 0-0, с главными как бы потенциальными лидерами группы, там то ли она четвертая команда мира, то ли седьмая, сейчас уже я не помню рейтинг, да, и мы играем с ними 0-0. Круто, круто. Вот честно, но это страшное невезение, то, что мы с четырьмя очками заняли последнее место. Это чисто и не пруха, потому что другие команды с тремя очками вышли в четвертьфинал, а мы с четырьмя не вышли. Это, ну, бывает турнирный расклад и невезение в чистом виде. И когда вчера Словакия, Словакия, тут не нагрели англичан, и только на 96-й минуте Словакия пропустила гол, я такой сидел и думал, а мы же их вот победили. Это же те Словакии, которых мы победили. То есть на их месте должны были быть мы. Это мы должны были взгреть эту Англию, кстати. Вот прямо реалистично было бы англичанам взгреть. Таких англичан, которых я вчера видел, взгреть было можно. Поэтому, ну, невезение, ну, бывает. Ну, не все коту-масленицу. Нам повезло на прошлом чемпионате Европы. Ну, честно, со шведами повезло немного, когда мы вышли в четвертьфинал. Да-да, это было, кстати, ровно три года назад. Да. Мне Фейсбук напомнил, мы с Гордоном обливались водой в прямом эфире. И как раз вот мы делали, по сути, в телевизоре то, что делали вы вот на этом Евро. Мы тоже не могли показывать, поскольку мы были в эфире «Украина-24». ТРК «Украина» показывал большой футбол, а мы смотрели и вот традиционно обсуждали, что же там происходило. Ну и в конце. Поэтому, к сожалению, это было невезение. Ну, давайте тоже будем, вернем себя, так сказать, в разумные берега. До чемпионата было понятно, что вот наш такой разумный предел, четвертьфинал, разумный. Потому что когда мы смотрим на список участников четвертьфинала, где уж там Германия, Испания, там нам для нас нет шансов. Вчера Грузия показала, да? Как вам Грузия, да, сорвались языки. Ну, вчера Грузия показала, что они молодцы, они прям очень крутые, они проявили максимум и больше максимума. И как мы видели вчера в первом тайме, они абсолютно на равных играли с испанцами, что правда тоже. Но мы видели во втором тайме разницу в классе. Когда ты уже доходишь до того, что мы все устали, то тут вот эта разница была настолько, что этот 4-1 мог быть и 10-1 спокойно, если бы испанцы. Вот, поэтому вот на их месте тоже могли быть мы. То есть я думаю, что вот, ну, сегодняшний наш уровень, это примерно, как ни странно, ну, примерно, наверное, уровень, ну, чуть выше сборной Грузии. Ну, вот так. Ну, что делать? Ну, не повезло, поедем дальше. На Олимпиаде повезет. У нас на Олимпиаде хорошая группа отборочная, на смысле группа там послабее команды. Там мы можем выйти далеко, кстати, на Олимпиаде. К сожалению, Трубин наш, вот, вратарь, он должен был ехать на Олимпиаду тоже. Он по возрасту проходит, там до 23 лет можно на Олимпиаде играть. Но вчера Бенфика объявила, что не отпускает его. У них там есть какие-то нормативы, он прям не отпускает. Да, потому что во время Олимпиады чемпионат уже идет в Португалии. И это не чемпионат Европы, во время которого вы обязаны отпускать всех. На Олимпиаду есть некий норматив, что ваша команда должна отпустить столько-то там игроков. И у них вратарь сборной, по-моему, Камеруна, что ли, едет на Олимпиаду. И поэтому Трубин, как еще один вратарь, уже они остались бы вообще без вратарей. Вот они приняли решение, к сожалению, не отпускать его, что уменьшает прям наши шансы. Потому что он был звездой, абсолютно звездой сборной Украины. Он в двух матчах пропустил один гол, вот тогда против Словаков, во втором же не пропустил. Это, конечно, нам в минус. Но в целом команда-то у нас очень сильная на Олимпиаде. И вот там, вы знаете, мы же выиграли, если смотреть, 23 года людям, которые будут играть на Олимпиаде. Помните, мы выиграли чемпионат мира по футболу молодежный, юношеский или как-то так называется. Да-да-да. Ну, перед войной год, наверное, может, в 2018 году мы выиграли. Я думаю, что по возрасту это те самые люди. Я могу ошибаться, но, по-моему, это те самые люди, которые выиграли чемпионат мира. То есть сильнейшие в мире. И там у нас будут хорошие шансы. Так что в этом летом Украина, кроме Усика, еще достигнет больших побед. Все, ждем Париж. Париж еще узнает Д'Артаньяна. Еще одна отсылка. Париж узнал Гасконца до Тревиля, да. Так, за океан перенесемся. Нам сказали, какая-то рубрика будет называться «Байден Байден». У меня она так по-рабоче-крестьянски называлась «Кто всрався, навистка». Есть фразеологизм в украинском языке. А почему? Потому что семья президента США Джо Байдена обвиняет его помощников в провальных дебатах против Трампа 27 июня. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на троих людей, знакомых с этим вопросом. Значит, что не понравилось, что Байден... Семье не понравилось, что Байден сосредоточился на своих предыдущих достижениях, а не на том, что планирует сделать во время следующего срока. Кроме того, родные якобы жалуются, что он был перегружен работой и недостаточно отдохнул. Как сообщили собеседники газеты, члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно жена Джилл и сын Хантер. Михаил, что вы думаете в целом о дебатах и что они дали миру, не побоюсь сказать? Я начну вот с этих обвинений семьи. Я как политтехнолог должен выступить на стороне политтехнологов, которых они обвиняют. Они обвиняют политтехнологов, то бишь кампейнеров, которые сейчас работают у Байдена. Но если по поводу тезисов, они могут быть правы, потому что я согласен с тем, что, безусловно, те тезисы, которые высказывал Байден, были очень слабыми. Мы сейчас пока еще не дошли до его состояния здоровья, чисто про тезисы. Что да, он недостаточно наступал на Трампа, не критиковал его за вранье, которое было конкретное, не попадал в эти точки болевые, к сожалению, для Байдена, если говорить. Поэтому можно ли здесь критиковать политтехнологов со стороны семьи? Наверное. Но когда семья говорит, что политтехнологи виноваты, что Байден был перегружен, извините. А в чем тогда роль семьи? Я вам скажу. На всех выборах у меня, когда есть кандидат, у него всегда есть семья. Потому что у любого кандидата есть семья. Я еще не видел кандидата, который в вакууме находится. У кандидата у меня все время, у него есть то дети, то там родители, если это кандидат помладше, либо жена, либо муж, такое у меня тоже было, когда женщина была кандидатом. И они, безусловно, оказывают огромное влияние, у них огромная роль. И мы с ними, политтехнологи, работаем вместе в сцепке постоянно. Потому что личная жизнь и распределение времени, и распределение нагрузки, оно на семье лежит. Эта семья приходит ко мне и говорит, нет, мы его в воскресенье тебе не дадим на съемки, потому что он устал, и потому что мы хотим, чтобы он там лучше медицинскую проверку прошел. Я не буду посылать своего кандидата на медицинскую проверку. Это будет его жена посылать. Поэтому за то, что он перегружен, отвечает семья. Да, прямо тут ни на кого не переложишь. Потому что это не в компетенции политтехнолога никогда и нигде в мире. Значит, если его кто-то перегрузил, то это вот эти ребята отвечают. А тезисы, да, с тезисами все было плохо. Мы не знаем, это их не было, или это их Байден не сказал. Теперь дальше про то, что мы увидели, как и что это дало миру. Но это ужасно, это прямо катастрофа. Причем катастрофа не Байдена, конечно. Катастрофа того, что, в принципе, мы в 2024 году смотрим на все вот это вот. Как это сказал когда-то... О, Ян Левензон, помните такого? Капитан Одессы. Да, конечно. Он просто из Одессы, он не капитан сборной Израиля. Почему мы с нашим еврейским счастьем должны смотреть на это американское горе? Но это он не про это сказал. Это просто он у нас в сборной Израиля такое сказал. И почему мы, люди, дожившие до 2024 года, наблюдаем за тем, как человек, который явно совершенно не в состоянии вести дебаты, просто физиологически в этот момент не в состоянии. Продолжает их вести. Опять, простой пример из спорта. Это же как дебаты спорта. Тайсон Фьюри и Усик. Девятый раунд. В девятом раунде Усик бьет Тайсона Фьюри пару раз по голове. Тайсон Фьюри повисает на канатах. И он не в нокдауне. Потому что, чтобы был нокдаун, нужно, чтобы три точки касались земли. У него две ноги. Вот если рука коснется земли, он засчитывается в нокдауне. Тут нокдауна нет. И наши даже комментаторы возмущались, почему ему дали нокдаун, почему остановили бой. Но рефери останавливает бой. Рефери останавливает, потому что это сейчас убийство. Просто убийство человека. Тайсона Фьюри имеет. Сейчас еще Усик его ударит. Он может его просто убить, потому что Тайсон Фьюри абсолютно беззащитен. И Усик же не возмущается, что почему мне не дали убить Тайсона Фьюри. Ну, окей, он не в себе сейчас. И бой останавливается. Идет счет. И дальше возобновляется после того, как Тайсон Фьюри приходит в себя. Эти ребята на CNN должны были остановить это. Серьезно я говорю сейчас? Вот я прям серьезно говорю? Потому что, когда выходит Байден, и ты видишь, что он начинает говорить, и он не понимает, где он находится. Это очевидно. Он не понимает, с кем он сейчас разговаривает. Там выбрали этот момент, показали его подробно, это был целый его ответ, где он дошел до того, что надо разрушить медицинскую систему США. Потому что он вообще не понимал, про что он говорит. Просто не понимал. Даже Трамп не стал добивать. Вот Трамп повел себя как Усик. Не стал добивать Байдена в этой ситуации. Ну, потому что он просто развел руками, типа, ну что я могу сделать? Ну да, говорит, ага. Медицинскую систему разрушить. Ну да. Он не стал объяснять, что смотрите, с кем мы сейчас имеем дело, там, с больным человеком. А это было именно, к сожалению, так. И это ужасно, потому что мне кажется, что западная все-таки традиция отличается от советской. Потому что мы видели Брежнева в каком-то смысле. Нам показывали, пичкали раньше, вот опять у нас сейчас вечер, воспоминания о Советском Союзе. Нам показывали Брежнева и говорили, что это наш лидер, наш вождь непререкаримый и так далее. А он не мог связать двух слов. Ну, там, зачитывал какие-то моменты самые поздние своей биографии имеется в виду. Потому что раньше он был вполне боевым Брежневым. Так и сейчас. Как пишет New York Post, New York Times, простите, что Байден был прекрасным президентом, пишет New York Times. Но вы, господин Байден, должны сейчас уйти ради свободного мира, ради демократии, ради там и так далее. И очень неприятно, что мы в свободном мире можем вот с таким сталкиваться. Зачем? Почему? Я не понимаю. Я понимаю, что это законно. Я понимаю, что это законно. Я понимаю, что его выбрала партия. Все так. Но смотреть на это, это унижение Америки. Это унижение свободного мира. Это унижение не Байдена, отнюдь. А как думаете, вот сегодня я услышал интересный возможный сценарий, что Байден таки пойдет на выборы, но перед этим огласив, что вице-президентом будет Барак Обама. И в случае, если с ним что-то случится, то исполнять обязанности президента будет Барак Кусейнович Обама, который баллотироваться на очередной срок не имеет права, так законно ему не велит американский, а исполнять обязанности он может, мол, это ему не запрещает американский закон. Интересно, да. Впервые услышал. Спасибо. Это у меня сегодня Илья Пономарев озвучил. У меня был стрим с ним сегодня. Да. Очень это мне напоминает такого рода предложение. Сюжет, который я тоже связывал с именем Байдена и с президентом нынешнего. Сюжет из карточного домика, где Андервуд, помните такого, который стал президентом США, он не избирался при этом президентом США. Он хотел назначиться на должность госсекретаря. Его кинули с этим назначением в последний момент. И тогда он задумал комбинацию, при помощи которой в два шага, сначала став вице-президентом, а потом отправив в отставку президента, стал действующим президентом вот таким способом. То есть этот человек понимал про себя, что он неизбираем и стал президентом через вот такой вот, ну, неизбираем не по закону, имеется в виду, а в силу отсутствия необходимых публичных заслуг, но стал президентом США. Вот прям это очень напоминает, как будто тот, кто это придумал, взял этот сюжет из карточного домика, конечно. Но у меня тут уже есть другой сюжет, из карточного домика. Мало того, я лично его описываю не сегодня, а четыре года назад в книге своей «Эффект летучей мыши». У меня там, да, я заканчивал эту книгу в ноябре 2020 года. Вот я все написал, и у меня все было закончено, чтобы сдать ее в печать, так сказать. И я ждал одного, я ждал окончания результатов выборов Трампа-Байдена. Потому что в зависимости от этого, так или так повернуть этот сюжет. И когда победил Байден, я написал, что смотрите, вот Байден становится 46-м президентом США. А по фильму «Карточный домик», который я там тоже привожу в пример, 46-м президентом США был тот самый Андервуд, герой Кевина Спейси. А 47-м была его жена. Женщина. Поэтому говорю, после Байдена следующим будет женщина, написал я. Вот просто по этому сценарию, по всему следующему после Байдена должна быть женщина. И вот мне кажется, что следующим президентом США должна стать женщина после Байдена в следующем. Прямо 47-м женщина. Иначе быть не может. Но как это произойдет? Это может произойти сейчас в виде замены кандидата и дальше выборов. Идеального сценария, который вроде бы невозможен, но знаете, тут уже если пойдет такая пьянка, то режь последний огурец. В каком смысле? Вот интересно, что после выступления Байдена неожиданно выступила Ники Хейли. Мы же ее помним в Ники Хейли, которая выдвигалась против Трампа и заняла второе место. То есть она как бы законная наследница, если Трамп отказывается. Вот у Байдена нет такого человека. Нет у Байдена второго места, потому что никто против него реально не выдвигался. Не было реальных правильных. Ну, были там какие-то. Вот. И Ники Хейли сказала, Трампу не поможет то, что Байден в таком состоянии, это не поможет ему победить. То есть она, вроде как поддержавшая Трампа, в принципе, вдруг выходит с таким заявлением. Явно намекая на то, что «а мне поможет». В смысле, ну вот мы понимаем, подождите, ну вот если бы сегодня, вот представьте себе, семья Байдена говорит, мы решили, остается Байден. А семья Трампа говорит, а мы решили, что мы уходим. То сегодня можно будет сказать, прямо сегодня можно будет вам сказать, просто на сто процентов, что последующий президент Ники Хейли. Потому что Ники Хейли громит Байдена в одни ворота. Сегодня голосование за Байдена, это голосование против Трампа и больше никак. Нет других причин голосовать за Байдена сегодня, кроме как голосовать против Трампа. Появляется Ники Хейли, это 70 на 30 расклад будет сразу. Просто вот сразу. Вот. Поэтому я, как говорится, как политтехнолог, я сижу и вот прям потираю руки. Мне так хочется, вот лично мне, прям по-человечески, не политически, как политтехнолог, а как человеку, чтобы что-то случилось, чтобы они все-таки как-то развернули эту историю, чтобы не пошла она вот, вот умирающая вот эта Америка, да, вот эти два кандидата, если они, не дай бог, дойдут до выбора, что скорее всего так и произойдет. Но хочется же все время верить в лучшее, да, что какая-то начнется интрига, и одни снимутся с выборов, а другие, а мы тогда так, а мы туда сяк. Хорошо, Барака Обаму, ах вы Барака Обаму, а мы тогда Мишель Обаму, ну вот что-то такое там, не знаю, а мы возьмем Ники Хелли, выдвинем от демократов, ну например, например, я же говорю. Вот мне хочется этой интриги, почему? Для спасения Америки, чтобы Америка показала, что она может в любой ситуации, тем не менее, взять, развернуться, сказать стоп. Потому что вот статья в New York Times, которая вышла для меня, это откровение, субботняя, по-моему, это статья, это откровение. Я вспомнил, что в Америке есть медиа, как институт власти. У нас медиа является инструментом власти, у нас в Украине. Так или иначе, инструмент, нет, мы не обожаем нашу зависимость, мы тем не менее, мы сами некий инструмент, вот мы что-то делаем, и в результате как-то меняется что-то во власти. Мы можем на нее повлиять, так, можем так, можем так. А в Америке это является институтом власти медиа, потому что только в Америке New York Times, редакция может выйти и сказать, мы редакция, ни один человек, ни один журналист так думает, а мы редакция, обращаемся к Байдену с просьбой уйти в отставку и объяснить почему, и объяснить это с уважением, с поддержкой к демократам и так далее. Это американская традиция. Я впервые это увидел когда-то, когда я учил английский по журналу Economist, то это был 2004, что ли, год. И там, значит, журнал Economist вдруг пишет, что мы посидели в редакции и решили, что надо голосовать на выборах вот так вот. Всем, не, не нам, вам, всем читателям на выборах в США. То есть они имеют мнение, редакционная редколлегия имеет свое мнение, сформированное, но в результате же споров, они же спорят там в редакции, они же не просто там сверху приказали, да, Байден звонил, сказал, чтобы мы вот это написали. Нет, они там так и решили, они институт власти, они институт власти. И то, что сейчас там семья Байдена что-то обсуждает, потому что это написал New York Times, а не потому что Байден провалился на... Вот. Поэтому очень хочется мне, чтобы это все сработало. Да, например, что можно вот так. Потому что ведь россияне со своим Кенни-Вестом надеются на победу именно в каком плане? Они говорят, ну, Запад прогнил, все сломалось, их система не работает. И вот эти дебаты, вот эти кандидаты показывают, что да, россияне правы, система-то не работает. А если система сама себя вылечит вот таким способом, это покажет, что не-не-не, ребят, вот у нас система какая надо система. Наша работает, ваша нет. Ну, кстати, вот российские такие пропагандистские ребята, которые порой надевают шкуру такую немного либеральную, красят волосы в синий цвет, есть такой дизайнер. Вот. Он, значит, тоже проводит параллели. Вы говорите, вот вы критикуете у нас Путин миллиард лет, сидит, значит, а там, мол, чем вот, смотрите, у них там Буш один, Буш другой. Тут, значит, выходит Билл Клинтон, потом его жена. И, в общем, вся вот эта преемственность один. Что, настолько миллионов американцев, там, 10 человек, которые по кругу ходят на президентские выборы? Ну, это я так недословно цитирую. А вот все-таки может произойти вот такой действительно рывок, вот о чем вы говорите, и обновление, что ли, я не знаю, запрос на новые лица, как это было? Это не запрос на новые лица, нет. Там лица хватает. Вот сегодня, когда была какая-то аналитика на тему, а кто мог бы быть вместо Байдена, там не один человек в списке, там 10. Там губернатор Калифорнии, губернатор каких-то, я не знаю всех этих имен, этих людей, но их явно знают в Америке, все их знают, поэтому лица там хватает. Вопрос же как раз того, что ну знаете, когда Трамп стал президентом и начал, тогда еще, я имею в виду, в 16-м году, и начал какие-то указы подписывать. И выяснилось, что они не работают, потому что есть институты власти, и эти институты власти смогли остановить какие-то, ну скажем так, резкие слишком шаги Трампа в Америке. Вот сейчас мне хочется, ну я представитель политтехнологии и прессы, да, и медиа, и мне хочется, чтобы медиа показала свою силу, что она способна остановить вот эту нынешнюю ситуацию. Поэтому я не говорю, будет так или не будет, я всего лишь хочу этого, это мое желание. Вот, и дело не в новых лицах, дело в том, сможет ли медийка, вот то, что мы увидели по СНН, сможет ли это оказаться решающей силой настолько, понимаете, когда-то говорят там про Ельцин, ну сейчас просто сравнивают уже все, но вот Невзлин сравнивает в своем посте или посту, на посту, но в посте, проверочное слово в посте. Леонид Невзлин сравнивает семью Ельцина и семью Байдена, говорит, это плохо, что есть такое понятие, семья у Байдена как семья Ельцина, которая... Ну окей, сравнение в каком-то смысле легитимное, но я считаю, что не полное, не могу сказать, что это прямо одно повторяет другое. Почему? Семья Ельцина влияла на Ельцина, да, и на его решение, и семья Байдена влияет на Байдена на его решение, да, но семья Ельцина управляла страной, то есть министр юстиции должен был прийти к семье Ельцина за решением или там министр обороны, но Ллойд Остин не ходит к семье Байдена, нет, и министр юстиции не ходит к семье Байдена, поэтому разница. Вот, и И, господи, это я уже заболтался, да, чуть-чуть. В общем, тогда на Ельцина не могла повлиять медиа. Медиа могло высмеивать Ельцина, но не могло изменить его решение. А хочется, чтобы могло. Вот хочется, чтобы в свободном мире могло. И чтобы мы тоже в Украине к этому пришли рано или поздно. Вот хочется так мне. Субтитры сделал DimaTorzok